Пятый месяц длится полномасштабная война развязанной России против Украины. За это время руководство Российской Федерации несколько раз меняло и главные цели, и возможные сроки. От трёх дней, за которые планировали взять Киев, до отсутствия любых предельных временных рамок и результатов. И такое развитие событий не смущает руководство страны. Россия входит в наступающую эпоху мощной, суверенной страной. Мы обязательно используем новые колоссальные возможности, которые открывает перед нами время. И станем ещё сильнее. Но политологи и историки придерживаются противоположного мнения. О желаемой мощи России в ближайшее время придётся забыть. Причина – многочисленные санкции, которые против Российской Федерации ввели западные страны. С экономикой всё будет плохо. Об этом уже экономисты сказали. Заплатим разгромом всех оставшихся институций. А на следующем витке, не знаю через сколько лет, Россия окажется нищей страной, зависящей от Китая, если цивилизованный мир нас не примет. То есть Россия потеряет, ну может быть не самый последний, но очень серьёзный шанс стать цивилизованной страной. Иван Курила – историк, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге в интервью газете «The Economist». Поведение и реакции лидеров Кремля на течение так называемой спецоперации, а на самом деле полномасштабной войны в Украине, с потерями около 40 тысяч российских солдат, уже в ближайшее время могут вызвать недовольство граждан России. И произойти это может независимо от того, что в конечном итоге Владимир Путин назовёт победой, считают западные эксперты. Это, наверное, главная причина, почему многие сейчас говорят о том, что Кремль оказался в тупике. Потому что он неизбежно разочарует определённые группы, какой бы ни была провозглашённая победа в более широком понимании. Бен Ноббл – профессор университетского колледжа Лондона в интервью газете «The Guardian». В перспективе для России эксперты вместо победы в войне прогнозируют крайнее истощение и личного состава армии, и вооружений, и хозяйственных ресурсов, без надежды на быстрое восстановление. Внутрироссийская ситуация выглядит взрывоопасной. И было бы удивительно, если бы она не взорвалась перед лицом Путина. Это может быть связано с его неудачной войной в Украине, разрушением российской экономики или недовольством силовиков. Альтернативой было бы превращение Путиным России в новую Северную Корею, что, конечно, было бы намного хуже. Андерс Аслунд, американский экономист из публикации в издании «Фри Варлд». По мнению американского экономиста, каким бы ни был точный конец войны против Украины, он приведёт к сокрушительному поражению самого российского президента. И вряд ли он и его окружение политически переживут любой вариант финала. А это означает смену руководства. А за этим и перезагрузку самой Российской Федерации.